Сухой воздух в помещении повышает риск респираторных заболеваний. Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы расскажем о увлажнителях и очистителях воздуха. В зимний период влажность воздуха должна составлять 45-30%, в летний 60-30%. И чаще всего нам не обойтись без увлажнителя. А вот какие они бывают, сегодня мы и расскажем. Все приборы можно разделить на три ключевые группы. Просто увлажнители, климатические системы, которые моют и увлажняют воздух, а также обычные очистители без функции увлажнения. Просто очистительные приборы проводят бактерицидную обработку, избавляют воздух от пыли, запаха и дыма. Но обратите внимание именно на приборы, в которых существует как увлажнение воздуха, так и его очистки. Влажнители бывают паровые, традиционная, так называемая мойка воздуха, а также ультразвуковые, там, где вода превращается в пар при помощи ультразвука. И еще существуют модели, в которых и паровые, и ультразвуковые системы объединены в единую конструкцию. При выборе модели нужно учитывать площадь помещения. От этого будет зависеть объем резервуара, скорость очистки воздуха и мощность прибора. Одного прибора не хватит на всю квартиру. Лучше, чтобы в каждой комнате был свой. Важно знать и понимать, что у вас будет очиститель и увлажнитель воздуха еще на этапе дизайн-проектирования, так как он имеет немаленькие габариты, требует подключения в электросеть и может повлиять на дизайн вашего интерьера.